Это такая операция по постепенному отжатию российской экономики от источников доходов. Мы сдвигаем с себя и эту ответственность. Мы сейчас описали зомби. Это не совсем доллар, это фьючерс на некий доллар, который будет через определенное время, потому что сейчас вы с этим долларом мало чего можете сделать. Что мы умеем производить, это рубли. Но когда люди вводят эти ограничения, они при этом осознают, что они корежат экономическую ситуацию. То, что мы сейчас наблюдаем, это подтверждение живучести глобализации. Что даже страна, которая хочет деглобализироваться, она не может. Какой тогда финал всей этой истории? Не допускать себе, что экономика сопротивления способна существовать. Что в национальных интересах сейчас строить экономику сопротивления – это не так. Ну что же, всем привет. Сегодня мы показываем вам новый формат Forbes Talk, в котором мы будем говорить о самых разных актуальных событиях. Вести его буду я, Елена Тафанюк, и мой коллега, журналист Антон Жилнов. Антон, привет. Да, всем привет. Лена, привет. Формат раньше назывался Capital. Ну какой уж теперь Capital, поэтому теперь он называется Forbes Talk. И вот совместно с клубом No.Dom, где мы будем снимать эти программы, мы представляем сегодня первый такой выпуск нашего сегодняшнего героя – это Олег Буклемешев, директор Центра исследования экономической политики экономфака МГУ. Олег, здрасте. Рады видеть вас здесь. Добрый день. В пространстве No.Dom и в формате Forbes Talk. Первый вопрос к вам, Олег, по поводу заявлений Набиулиной, главы ЦБ. Она сказала, что российскую экономику ждет структурная трансформация, которой пока не видно, а когда ее будет, эту структурную трансформацию, видно, и в чем она будет заключаться, как вы считаете? Я думаю, что Набиулина выбрала в соответствии с традициями жанра выступлений главного центрального банкира страны, она выбрала такой очень удачный эвфемизм. Структурная трансформация – это действительно то, что будет происходить с российской экономикой в ближайшие месяцы, я подозреваю, что эта структурная трансформация будет очень болезненной, очень такой негативно направленной, удручающей, и много еще, наверное, синонимов такого рода можно подобрать, но вот технически это, наверное, действительно можно назвать структурной трансформацией. А что она из себя представляет? Да, давайте расшифруем эвфемизм. Расшифровка очень простая, да, что случилось с российской экономикой после 24 февраля всего года? Она не утонула, это действительно не так, и те, кто ожидали, что экономика сразу утонет, это, наверное, тоже были завышенные или искаженные ожидания. Экономика продолжает работать, она во многом, российская экономика, как ни относись, она рыночная, она продолжает реагировать на сигналы, но вот представьте себе, живет такой организм, он продолжает жить, как будто ничего не случилось, а на самом деле из этой экономики потихоньку начинают выниматься разные элементы. У нее опадают целые сегменты, становится понятным, что в прежнем режиме она в каких-то зонах функционировать не сможет, и более того, внутренние механизмы управления этой экономикой, они тоже начинают вести себя совершенно по-другому. Вот это и будет запускать ту структурную трансформацию, о которой мы говорим. Вы сейчас описали зомби. Я не описал зомби, у меня почему-то другой сейчас образ был в голове, я не хотел его употреблять. Да, это вот курица, у которой отсекли голову, а курица продолжает бегать. Да, вот она бегает, бегает, какое-то время она бегает, после чего она, наверное, все-таки упадет в пыль и будет там, наверное, тоже структурно трансформирована, продолжать свое существование. Олег, Путин на этой неделе сказал, что спрос приходит в норму, что экономического блицкрига у Запада не получилось. Как вы к этим словам относитесь? Это попытка успокоить общество? Ну, это, наверное, зеркалочка, да, потому что... Зеркалочка Набиулиной? Нет, не Набиулиной, зеркалочка Запада, потому что с Набиулиной Путин не разговаривает, наверное. В таком вот стиле. Зеркалочка Западу, потому что вот один из заголовков, который был наиболее популярен, наверное, в Западной правительстве, чтобы там близкриг Путина не удался. Вот теперь он, наверное, возвращает, что и у вас, дорогие господа, тоже никакого близкрига не получилось, российская экономика продолжает функционировать. Он получился? Я, во-первых, не думаю, что кто-то его анонсировал, что-то надеялся на то, что будет близкриг. Российская экономика существует в режиме ограничений, я напомню, там с 2014 года. Тогда меры были, как мы сейчас видим, отношения сегодняшних крайне вегетарианские, а сегодня это такая операция по... я бы сказал, экономическая модели, которая привела к сегодняшнему состоянию дела. Такое ощущение, когда думаешь немножко назад про 2014 год, тогда было немножко страшно, но сейчас кажется, что эти меры, на самом деле, санкции, пошли российской экономике на пользу. Это кому так кажется? Мне так не кажется совсем. Нет? Нет. Но смотрите, мы все-таки устроили какое-то производство. Простой, тупой пример. Мы научились делать сыр. Ну, как... Мы построили платежную систему внутри. Вот это, мне кажется, довольно такое глубокое заблуждение, уж извините, что когда вы для себя формируете некий комплекс ограничений, вы становитесь лучше, эффективнее, движетесь ближе к оптимуму. Ничего этого на самом деле не происходит. Просто у вас становится меньше возможностей. Если вы раньше при тех возможностях, которые у вас существовали, не сделали этого, то значит, что то, что вы делаете в новых условиях, это все будет хуже. И вот это надо осознать, что нагромождение ограничений не приводит к повышению нашего с вами благосостояния, расширению возможностей российской экономики. Мы как раз несемся вот в туннеле с сужающимися стенками. И когда-то эти стенки совсем подойдут близко друг к другу, так что мы не сможем дальше бежать. Вот что происходит. Вот сейчас задумываешься над тем, что корни многого из того, что происходит сегодня, находятся там в 2014 году. И вот та стратегия поведения, которая была выбрана тогда, и реакция на нее, и мирового сообщества, и внутрироссийского. Я про это не говорю. Если отделить политику от экономики, то в экономике можно что-то увидеть. Свободно конвертируемый рубль. Мы наконец-то его сделали в 2014 году. Мы отпустили рубль свободное плавание. Мы не могли это сколько лет сделать. Опять же, это было сделано на таком фоне, когда это оставалось едва ли не единственным решением. Когда стало ясно, что поддержание любого фиксированного курса или коридора в рамках вот этой управленческой системы станет невозможным. И знаете, это было похоже в каком-то смысле. Я за конвертируемый рубль, я за вот эту вот систему свободного плавания курса. Но было ощущение отчасти у меня, что мы сдвигаем с себя и эту ответственность, что вот мы за это тоже не отвечаем. Вот пусть рынок там вместе с нашими усилиями, которые, кстати, остались в экономике, не нужно говорить, что у нас рубль стал абсолютно свободным, потому что сохранился вот этот механизм бюджетного правила, который постоянно приводит к подавлению курса рубля. Но при этом вот это не мы. Этим занимается рынок, этим занимается рыночная экономика. Почему сейчас, в отличие от 2014 года, рубль в свободное плавание не пустили? Вы знаете, это парадоксально, но чиновники ЦБ продолжают считать, что рубль в России остается вот на таком, что свободный курс остается. Ну, вы так не считаете? Я так совершенно не считаю. Введены очень жесткие и далеко идущие капитальные ограничения. Эти капитальные ограничения не позволяют делать многое из того, что возможно было и в 2014 году, и даже раньше. И поэтому сегодня мы живем в такой системе множественных курсов. У нас есть, по сути, безналичный курс валюты. У нас есть наличный курс валюты, который тоже еще пока устаканивается. Есть вот эти курсы китайских магазинов. Есть много чего еще. Мы живем в атмосфере вот таких вот множественных курсов уже. Чем это чревато для экономики? Вот Кудрин, кстати, попрощался с свободно конвертируемым рублем на этой неделе. Ну, может быть, он рано с ним попрощался, но либо раньше надо было с ним прощаться не на этой неделе. Спасибо, что не вообще с рублем, что могу сказать. Да нет, рубль продолжает быть денежной единицей. Другое дело, что рубль стал вот действительно, нырнул, если угодно, в прошлое и стал таким вот рублем из далекого, наверное, даже прошлого. Это скорее что-то из разряда 90-х, когда действовали действительно в разных сегментах экономики, действовали разные курсы. Но даже тогда мы не могли себе представить экономику, которая живет, но, по сути, в изоляции от остального мира. Я имею в виду сейчас и финансовые потоки, и потоки торговые в нарастающей степени. И свободно конвертируемая валюта в такую экономику, мне кажется, просто невозможна. Если говорить про вот эти три курса, которые сейчас есть, да, есть биржа, есть ЦБ и есть реальность. Черный рынок снова появился. А и, кстати, несен законопроект, снижающий штрафы за незаконные операции на черном валютном рынке. Нет, это не на черном валютном рынке, это валютные операции, которые относятся к бизнесу в первую очередь. Потому что бизнес сейчас очень беспокоен тем, что действуют старые нормы, которые запрещали делать определенные вещи в вот той еще рыночной экономике, которая у нас была. Это была абсолютно избыточная и уголовная административная ответственность. Но вот эта уголовная административная ответственность, она довольно сильно сдерживала внешнеэкономические операции. В сегодняшних условиях каждый бизнес, по сути, нарушает ту или иную, вот в силу той обстановки, которая сложилась, да, что-нибудь обязательно нарушает. Это связано в основном с этим, потому что бизнес сейчас давит. Мы все преступники, говорят они. На что им там руководители правительства учают? Ну мы же не звери, мы же не будем вас сажать, если вы не можете что-то сделать. Но это реальная проблема. Какой курс сейчас самый правильный? Вот сколько сейчас стоит доллар, сколько стоит евро? Вот в том-то и дело, что множественность курсов, она не дает ответить на подобный вопрос. Есть разные курсы для разных, да, одни слова для кухонь, другие для улицы. А вот есть тоже доллар, который в Роснефти стоит совершенно иначе, нежели доллар, который лежит у человека под подушкой. Это два разных доллара, с ними разные вещи можно делать. И, соответственно... Ну давайте ближе, если под подушкой, сколько он стоит в реальности? Под подушкой он стоит в реальности, сколько вы можете, по чем вы можете его продать на рынке сегодня. Вы можете его ограниченно, напоминаю, вывозить за границу в размере до 10 тысяч. Вы можете его переводить, если он у вас лежал раньше на счете, в зарубежные страны, в том числе в недружественные. Но больше ничего вы с этим долларом сделать не можете. Вот если, допустим, представив себе человека, который сейчас продает квартиру, то вот что он будет со своей выручкой делать, для меня загадка. То есть это, по сути, нарушение прав собственности человека. Он может продать квартиру, но плодами этой продажи он воспользоваться, по большому счету, не может, потому что он не может никуда вот эту собственность вывезти. Эта собственность зафиксирована в экономической границе Российской Федерации. И вот эти доллары, которые вы продали, я не знаю, что они стоят. Это какой-то фьючерс на будущие доллары, и какого будет этот доллар, никто сейчас не знает. Я вам могу подсказать. 85-89 курс на черном рынке. Нет, зачем черный рынок? Я же говорю, есть банки, сейчас вы можете продать. В банке, вы если пойдете с наличным долларом в банк, у вас его купят по 75 рублей. Ну вот, 75-85, вот то, что стоит. Если вы начнете покупать, то там уже другие немножко котировки, и эти котировки отстоят друг от друга. Не на 1%, как раньше это было, а на десятки сегодня процентов. Поэтому, правда, наверное, где-то посередине, но где это правда находится, опять же, это не совсем доллары, это фьючерс на некий доллар, который будет через определенное время. Потому что сейчас вы с этим долларом мало чего можете сделать. Вот в 2014 году вы тоже комментировали события Донбасс и Крым, и говорили, что евро может рухнуть до 100. И, собственно, так и было. Потом отыгралась история. В этом году, как вы считаете, до конца этого года, до каких значений может доллар и евро дойти? Если иметь в виду рыночный курс, то все сейчас будет зависеть от того, что будет происходить с производством рублей. Потому что вот что мы умеем производить, это рубли. И сегодня, я думаю, что государство в значительной степени, даже в большей степени, чем банковская система и центральный банк, правительство будет эти рубли производить на поддержку различных секторов экономики, на стимулирование льгот, на, я не знаю, социальную даже в какой-то степени поддержку. Потому что очевидно, что при таком скачке инфляции многим людям просто нечего будет есть очень скоро. И социальная компенсация, безусловно, необходима. И все будет зависеть от того, как активно правительство будет печатать рубли. Олег, вот если вернуться к вопросу, почему не отпустили, как вы считаете, рубль на этот раз в этом кризисе, как все-таки вы считаете, почему? Тут есть несколько соображений. Соображение первое связано с тем, что мы же находимся в противостоянии, я сейчас не буду называть запрещенных слов, но все экономические агенты, которые принадлежат к остальному миру так называемых недружественных стран, для нас являются сейчас враждебными. Для российского правительства и для российских регуляторов. Ровно поэтому вот этим организациям, этим людям запрещено будет что-либо делать с их рублями, валютой и так далее. Они оказываются в осаде на российской экономической территории. И это одно из соображений, которое не дает запустить эту свободную конвертацию. И второе соображение, оно связано вообще с арестом, замораживанием российских резервов. Ну, вы представляете себе, у вас есть денежная масса, которая так или иначе обеспечена резервами, находящимися в распоряжении Центрального банка и правительства. У вас половина резервов в один прекрасный момент просто исчезает, вот ее нет. Да, и вот если нарисовать, представьте себе, баланс Центрального банка, означает, что в балансе Центрального банка огромная дыра существует. И ровно поэтому, вот пока этой ситуации не будет как-то сбалансировано спрос на иностранную валюту и стабильность монетарной системы в целом, включая баланс Центрального банка, я думаю, что до этого мы до свободной конвертируемости не дойдем. Какой это срок, как вы думаете? Не знаю, вы понимаете, что это зависит не от экономических событий. Сейчас это связано с другими вещами, потому что вот деление мира на дружественные и недружественные, и такое необъявленное состояние войны вот с этим недружественным миром, оно может продлиться дольше, чем, собственно, военная операция. Вообще так выглядит, что Центральный банк на самом деле уже пытается при первой же малейшей возможности отменять свои ограничения, постепенно введенные на движение капитала. Ну, вчера тоже что-то было, какие-то очередные послабления. Мой товарищ и коллега Сергей Алексашенко в свое время говорил, это еще более 10 лет назад, что не работают капитальные ограничения в современном мире. Они работают, но работают ограниченно. Это одна сторона вопроса, когда очень много... Это скорее хорошая новость. Я не знаю, хорошая ли это новость, но когда люди вот вводят эти ограничения, они при этом осознают, что они коррежат экономическую ситуацию. Они, во-первых, не решают своих проблем в значительной степени, а во-вторых, они коррежат ту экономическую ситуацию, которая есть, заставляя ее сместиться совершенно в зону, где действуют другие немножко правила и законы. Но, во-вторых, все хорошо умеют эти правила обходить. Но нынешняя ситуация, она еще специфична тем, что помимо такого свободного рыночного сегмента, еще сейчас действуют вот эти неписанные правила внешнеэкономической деятельности, когда валюта в российскую экономику продолжает поступать. Вот это на самом деле, если задуматься, это сорокинская картина. Вот идут боевые действия, а где-то посреди этих боевых действий проложен такой волшебный тоннель, и по тоннелю идет труба, и по трубе продолжает. Это чисто такая вот, это сорокинский сюжет, мне кажется. И по этой трубе продолжает идти топливо, с этого топлива платит одна воюющая сторона, платит другой воюющей стороне деньги. И вот с моей точки зрения это фантастика. Но поскольку поступление с другой стороны у потребителя тоже в Российскую Федерацию входит, а потратить их, опять же, особо не на что, вот это приводит к ситуации, когда у вас очень много вот такой скапливается на счетах валюты, которые, во-первых, могут арестовать, как неожиданно осознали чиновники, а во-вторых, вот делать с ней ничего непосредственно нельзя. Импорт заблокирован либо санкциями, либо логистикой, либо какими-то еще там моральными мерами. Отсюда, кстати, возникает проблема вот этих рублевых расчетов за газ и так далее. Вот это все, мне кажется, вот из этих логических цепочек... Вы думаете, что история про рублевые расчеты за газ под собой имеет хоть какую-то экономическую основу? Да, да. Объясните, я не могу понять. Мне кажется, это операция по дезинформации. Как я это понимаю, я тоже могу ошибаться, но это ровно представление тех самых людей, которые видят, что на определенных счетах скапливаются доллары, а что такое доллар безналичный? Безналичный доллар – это запись на счете, которая находится вне России. То есть с этого счета можно любого счета, будь то мой счет, будь то счет российской корпорации экспортера, будь то счет российского государства. Просто эта циферка стирается или она перестает меняться, как произошло с резервами. Поэтому, естественно, опасение человека, который уже один раз видел эту операцию, вот это странирование, как говорят бухгалтеры, исчезновение финансового счета, вот он может исчезнуть в отношении других субъектов экономического процесса. Я думаю, что опасение было связано ровно в основном с этим. Но это не экономическое, это и политическое. А мы живем давно уже в мире, который не доминирует с экономикой. Любое экономическое решение сейчас неразрывно связано с политическими соображениями, политическими комплексами, если угодно, да, и политическими расчетами. Поэтому вот говорить об экономике изолированно, при всем моем желании, сейчас не получается. На какую мировую модель или не на какую похожа сейчас экономика России? Как вы считаете? Экономические ситуации, когда у вас перестают работать обе части платежного баланса вашего, нормально функционируют, да? Вот как не относиться к Советскому Союзу? У Советского Союза работал нормально. Там финансовый счет платежного баланса, то есть Советский Союз кредитовал другие страны, брал сам в долг, и то есть движение капиталов шло. То же самое шло и по торговле. Да, там торговался со странами СЭФ, торговал даже с капиталистическим миром, зерно оттуда покупал, что-то еще приобретал, какой-то критический импорт. То есть вот платежный баланс работал нормально. Сейчас платежный баланс не работает. И это, с моей точки зрения, абсолютно уникальная ситуация. Я вот ничего подобного придумать не могу, но, наверное, какие-то совсем уже ситуации с воюющими странами, у которых вот чисто по такой объективной причине останавливалась внешнеэкономическая деятельность. Наверное, что-то подобное можно себе вообразить, но вот прямых аналогов я не вижу, ровно поэтому и идут такие метания, да, и поиски правильных решений, которые найти довольно сложно. Их учебники прочитать ни в каком невозможно, и даже в исторической книжке. А сколько эта остановка вот этой внешнеэкономического обмена может вообще антропологически продолжаться? Антропологически, ну, не знаю. Вот я открыл сегодня просто из любопытства расписание кинотеатров, там, ближайшего ко мне кинотеатра на выходные, и там какой-то российский фильм показывается пять раз, там, пять сеансов. Служебный роман? В субботу. Нет, какой-то новый, только что вышедший на экран российский фильм, вот он, там, пять сеансов у него. Что в субботу, что в воскресенье? В субботу-воскресенье пять сеансов. Ну, антропологически, наверное, если вы это имеете в виду, наверное, какое-то время можно так жить, существовать. И есть люди, которые фантазируют. Вот сейчас мы опять начнем смотреть индийские фильмы, там, мы импортозаместим Голливуд или что-то еще такое. Наверное, возможно помечтать об этом? Нет, вот если без этой романтики, да, служебный роман в прокате, Болливуд и так далее, вот как вам правда кажется, какой срок, вот такой гибридной модели, которая сейчас есть, какой срок вы можете дать? Есть такой термин, он называется экономика сопротивления. Он относился к Ирану, как раз вот период действий иранских санкций. Иранская экономика живет вот в режиме экономики сопротивления 79-го года, вот с кризисом в Персидском заливе. Вот антропологически иранское общество готово это вынести в течение столь длительного времени. Мы прожили, ну вот в таком глобализированном нормальном мире, ну как мне представляют, все-таки подольше. Есть молодое поколение, которое, вот, наверное, служебный роман, я не сомневаюсь, смотрят ли они его вообще, и даже если посмотрели один раз, то вряд ли будут смотреть еще. Поэтому как-то так. Это значит, будут в этой стенке возникать отверстия, значит, будут люди перебираться куда-то в страны, где вот этот быт или ощущение причастности к мировому процессу сохраняется, ну, в то время как другая часть общества будет стремительно архаизироваться. Вот я себе такую картинку могу представить, но все равно в моей голове, скорее даже не голова, а чуйка, вот у меня нет ощущения, что это все может продлиться сколь-нибудь долго в Российской Федерации. И чем это закончится, да. Давайте уж на чистоту. Не знаю. Вот я думаю, что ответы на основные экономические вопросы мы получим достаточно быстро. Вот то, о чем, опять же, воспользуясь термином Эльвира Набиулиной, да, структурная трансформация, вот это, она дойдет до определенной точки в течение ближайших месяцев. Когда станет ясно, что ряд вещей, вот они невосстановимы, их продолжать невозможно, а примитивизация технологических цепочек, примитивизация жизни имеет свои пределы, да, вот. Ответов на многие вопросы уже и сегодня нет, да. Как будет действовать внутреннее авиационное сообщение? Это, кстати, интересный вопрос. Где будут браться полупроводники в обстановке их всемирного дефицита, ну и так далее и тому подобное. И вам там любой технолог из любой более-менее крупной отрасли задаст еще десятка таких вопросов. И, на мой взгляд, на многие из этих вопросов ответа просто нет. Ну, то есть вы считаете, что все это как-то кончится, что как Иран мы не сможем в силу и географии, и того, что есть другое поколение, которое к другому привыкло? Да, и не только география, есть еще и теология, да, все-таки Иран – это неократия. Страна построена, ну, на определенном комплексе идей. Здесь, ну, мне очень хочется верить, что… У нас идей нет. Да, что вот такой вот мощной, объединяющей идеей даже, или идеей, которую можно будет тоталитарно куда-то двинуть и на этой основе заставить людей терпеть, я не уверен, что это возможно. Ирана не будет уже хорошо. И какой тогда финал всей этой истории? Ну, когда станет очевидно, что, в том числе и управляющим структурам, станет очевидно, что так эта же вещь не работает. Либо произойдет смену вот этой правящей элиты, либо сама правящая элита начнет потихонечку отползать на какие-то более приемлемые позиции. Вот, собственно, вся сейчас операция, которую вы назвали неудавшись Блицкригом, или Путин назвал, это все про это, да, это все про то. Про то, что Блицкриг не получился, действительно не получился, потому что клиент оказался упрямый. Ну, клиент продолжит еще какое-то время упрямиться, пока ему не станут очевидны определенные вещи. Есть мнение, что в России не понимали всю жесткость санкций, которые будет вводить Запад после спецоперации. Но как не понимали? Ведь предупреждали, говорили и так далее. Вы понимали? Может быть, пусть они не понимали, но вы сами понимали, что санкции будут такими, какими они есть, и что это не стало ни для кого сюрпризом, и не должно было быть сюрпризом? Нет, я согласен с тем, что это не должно было быть сюрпризом, но, понимаете, 2014 год, я еще раз к этой теме вернусь, он стал таким вот индикатором в каком-то смысле. 2014 год обошелся весьма-весьма мягкими санкциями, несмотря на то, что был нарушен. Ну, наверное, весь баланс европейской системы безопасности и юридический баланс, на котором Европа существовала после Второй мировой войны. Вот это все прошло, на удивление, безболезненно и мягко, если сейчас вот ретроспективно смотреть на эту ситуацию. Поэтому бдительность была усыплена, и надежда на такую скротичную военную операцию привела к тому, что эти две мысли соединились. Мысль такая вот военная, если угодно, фантазия и фантазия экономико-политическая. Вот они склеились в одну, и на основе этой фантазии совместно и было сделано то, что было сделано. Я, конечно, не пророк, и я не думал о том, что все зайдет так далеко именно с точки зрения санкций, потому что сегодня мы видим гораздо более жесткую ситуацию, нежели даже в том же Иране. Как вы думаете, нефтяное эмбарго возможно? Да, оно уже, я бы сказал, развивается. Если вы его начнете, так сказать, экстраполировать нынешнюю ситуацию, оно уже здесь. Более того, с чем связаны мои самые глубокие, наверное, опасения, что если волшебным образом сегодня все прекратится, то мы все равно будем жить в этой инерционно протекающей ситуации нефтяного эмбарго, и что оно в конечном счете дойдет до своей, если не завершающей, то такой удушающей точки, мы уже в нем. Мы уже в этом сценарии живем, и вопрос времени, это может быстрее и дольше идти, но мы уже там. Можно ли назвать происходящее экономической войной? Экономической военной операции, да, специальной военной операции, безусловно, можно, но это, еще раз повторю, в учебниках это не описано, в истории этого не существовало. Забыл мой следующий вопрос, было ли такое в истории? Нет, нет, я думаю, что вот так, особенно в системе глобального мира. Понимаете, у нас в последние годы очень много и долго говорили о деглобализации, о том, что там страны отползают, каждая в свое помещение, и что из этого помещения там начинают договариваться о каких-то новых мировых условиях, ничего подобного. Мы живем по-прежнему в глобальном мире, глобализирована экономика, глобализирована политика, и вот то, что мы сейчас наблюдаем, это подтверждение живучести глобализации, что даже страна, которая хочет деглобализироваться, она не может. И если ее заставлять даже деглобализировать, она не способна. Какой тогда выход? Вот заставляют, как вы говорите, деглобализируют, и что Россия в этом смысле будет делать? Да ничего, вот будет сейчас структурно трансформироваться в этом самом направлении. Это управленческие безумные сложности, проблемы и задачи. Вот если в 2014 году что произошло? В 2014 году у вас из системы, вот в рамках тех мягких санкций, которые туда были введены, ну достали некоторые элементы глобализации, а махнули рукой, мы проживем. Да, причем я напомню, что упомянутый вами сыр, это все-таки история российского эмбарго, а не зарубежного эмбарго. Да, это такое самое навязанное на себя ограничение. И, кстати, сыр-то по-прежнему можно купить любой. Ну, сейчас, в последние месяцы тяжелее, а так же, в общем, проблем-то особенно и не было. И белорусские сыры были, так называемые, и лососи, и итальянские, пожалуйста, тоже есть. Эти точки продолжают существовать. Я сейчас немножко о другом, что возникли точки, где вот эта глобализация была устранена. То есть малая структурная трансформация тогда потребовала, что-то стали доставать в режиме спецопераций, что-то действительно импортозаместили. Что-то импортозаместили. А сейчас глобализация вынута? Да, а сейчас глобализация вынимается сразу в стольких местах, что вот этих спецопераций надо очень много одновременно проводить. Но при этом вы не верите, что Россия останется суперизолированной? Да, вы же только что сказали, что это не важно. Я ровно не верю в это, потому что управленческие – это безумно сложная задачка. Вот где-то частный бизнес чего-то импортозаместит, съежится в объемах, будет менее эффективен, будет, скажем, гораздо хуже. Где-то сделает это государство. Но в общем и целом, в масштабах страны, в масштабах национальной экономики, эта задачка не разрешена. То есть мы останемся частью глобализированного мира? Да, мы останемся частью глобализированного мира. И, возможно, другой частью, с другой специализацией, с другими решениями. Потому что, смотрите, одна из самых главных проблем до февраля 2022 года заключалась в том, что мир же двигается вот этой декарбонизацией к тому подобным прекрасным вещам из светлого будущего. У нас тоже начали об этом потихоньку говорить, начали даже какие-то принимать нормативные акты по этому поводу. Но глубокого осознания этой проблемы не было, что России нужно предложить миру что-то еще, помимо энергоносителей. И это удивительная сложность и масштаба задача, но к ее решению Россия так и не приступила. А сейчас придется приступать. Давайте помечтаем, что мы можем предложить. И кто могут быть союзниками? Если мы остаемся глобальными, в глобальность предполагает партнерство. Слушай, а ты знаешь, я думаю, что... Олег, вы сейчас поправьте меня. Мне кажется, я вашу мысль вот так понимаю, что мы все равно останемся глобальными, потому что эта управленческая задача не решается, и элите придется отползать на первоначальные позиции и как-то возвращать вот это все. Правильно я понимаю, что мы... Нет, придется отползать, но задача декарбонизации от этого тоже никуда не происходит. Даже если мы живем в сценарии вот этого реализуемого нефтяного эмбарго постепенного, ускоренного, ускоренной декарбонизации, если угодно. Даже если мы живем в этом сценарии, то этот сценарий, он предусматривает совершенно глубочайшую, не вот эту маленькую структурную трансформацию, а глубочайшую реструктуризацию всего того, что здесь делают. Вот если подытожить вот эту мысль про то, что мы останемся все равно частью глобального мира экономического, благодаря каким инструментам и кто будет партнером в этом глобальном мире? Я исхожу из того, что глобальный мир – это не совокупность лагерей, где кто-то с кем-то дружит, а кто-то нет. По-прежнему ситуация, где вы ищете себе партнеров по интересам, где вам выгодно экономически сотрудничать. Но вот страны обычно торгуют с теми, кто рядом находится. Просто далеко вести тяжело, да, выстраивать эту инфраструктуру. Где-то говорят люди на общем языке, где-то они используют схожие валюты, где валюты легче друг друга конвертированы. Поэтому с точки зрения экономики, если ваш вопрос воспринимать, то все будет примерно так же. Главное – вернуться на цивилизационные основы. А вот если мы вернемся на цивилизационные основы, то партнеры будут примерно теми же самыми, которые были до сих пор. Может быть, даже и станут более близкими те, кому странные препоны мешали сотрудничать с нами больше. Если вернуться к декарбонизации, что Россия может предложить миру, если не будет нефти, кроме мозгов? Это действительно самая сложная, на мой взгляд, проблема, потому что Россия вот в этом выплеске последних месяцев экспортировала слишком много человеческого капитала. И в основном эти люди с конвертированными навыками, слегка конвертированными навыками, люди талантливые, люди, которые могут устроиться в любой экономической системе. А что будет Россия предлагать, это большой вопрос. Я бы доверил его решение не какому-то синклиту мудрецов, а рыночной экономике. Вот если в России будет рыночная экономика, нормальная демократическая система, то это решение найдется само собой. Я не верю в то, что оно не найдется. Понимаете, чем плоха нефть, чем нефть жутка, это своим объемом. И заместить один к одному невозможно ничем. Просто это самый большой по объему мировой рынок. Да, но российская экономика, как говорит ваш коллега Рубен Николопов, уже не так сильно зависит от российской нефти. От нее зависит бюджет в основном. То есть проблема в бюджете. Ну как вам сказать, это все равно то масло, которое смазывает механизмы России. Ведь у нас экономический рост начинается в основном тогда, последние годы уже. Последние годы начинаются тогда, когда нефть стоит высоко. Когда увеличиваются экспорты, когда вот эти поступления начинают насыщать каналы и спроса, и кредитования, и каких-то инвестиций. То есть непосредственно, прямо, наверное, да, а косвенных связок еще очень-очень много. Вот когда поры этого организма наполняются там свежими поступлениями от нефти, этот организм иначе совершенно дышит. И это по-прежнему так. Если обобщить все-таки, что должно произойти, как вам кажется, помимо окончания всего того ужаса, что мы наблюдаем уже скоро как третий месяц, чтобы рыночная экономика хоть как-то стала восстанавливаться здесь? Рыночная экономика здесь, она по-прежнему совершенно не убита. И мне кажется, что первое, что нужно сегодня сделать, и это такое наблюдение последних, наверное, недель, что не давать укореняться вот этой экономике сопротивления очень важно на уровне идейном. Да, потому что есть масса образованных, талантливых, грамотных вполне людей, которые встроились вот в этот механизм экономики сопротивления. Это мы сейчас им дадим, мы сейчас им покажем встречными санкциями, мы сейчас им это... Мы там делали свое дело, мы строили эту экономику, мы, я не знаю, регулировали, пытались ее эффективно регулировать, и сейчас у нас отобрали резервы. Вот эти вот слова «мы» одно из самых страшных слов в русском языке, потому что оно может обозначать самые разные вещи. И вот это мы, оно должно войти в какие-то... Каждый человек должен вот это мы для себя как-то очертить, и это мы не должно быть чрезмерно широким. Там не надо ассоциировать себя с Российской империей 17 века, например, или какими-то там еще далеко идущими обобщениями. То есть первое – это отказаться от экономики сопротивления, это вот перестать отвечать сам дурак? Не допускать себе, что экономика сопротивления способна существовать, да, что в национальных интересах сейчас строить экономику сопротивления – это не так. И тогда лучше не отвечать на санкции? Санкции же они про другое, не про экономику. Да, вы можете выстраивать какие-то защитные механизмы, потому что, опять же, как и в любой ситуации, нужно в первую очередь думать о людях, чтобы люди не пострадали, чтобы какие-то бизнес-конструкции продолжали существовать, функционировать. Если это все работает, то дальнейшие какие-то продвижения по пути выстраивания, закрепления, институционализации вот этой самой экономики сопротивления, вот этого, мне кажется, ни в коем случае нельзя допускать. Есть такой процесс, это не экономика сопротивления, это, конечно, тоже санкции, но российских ученых фактически отрезали от западного мира. Выглядит как немножко катастрофа для науки. Отрезать это, сказать, сказано сильно, потому что, понимаете, на личном уровне международное сотрудничество, я значительную часть своей жизни занимался международным сотрудничеством в разных его ипостасях. Международное сотрудничество это не взаимодействие институтов, это взаимодействие людей, в первую очередь. А это запретить невозможно. Люди доверяют друг другу, люди... И я последние дни недели еще раз получаю, много раз получаю дополнительное подтверждение, что это сотрудничество людей, которые просто оказались по разные стороны границ, по разные стороны, я не знаю, каких-то вот санкционирующих режимов. Люди продолжают сотрудничать, и они будут продолжать сотрудничать, потому что поток идей его перекрыть невозможно. И люди, которые там цитируют друг друга, читают друг друга и там видят друг друга, пока не отрублены каналы коммуникации, они будут заниматься тем же самым. Другое дело, что... И что опасного в этой ситуации может произойти, что мы начнем строить какую-то суверенную науку, что мы начнем ориентироваться на какие-то доморощенные критерии и такие... Науку сопротивления. Науку сопротивления, да, создавать, и что у нас появятся какие-то совсем уже странные области теории, которые относятся вот именно к той экономике сопротивления. Это если вы спрашиваете про экономическую науку. Вот этого, мне кажется, нельзя было бы допускать. Мы сейчас будем смотреть, да, и под другим углом власти будут смотреть и на международное сотрудничество с зарубежными университетами, с зарубежными научными центрами. Вот это все то, чего, на мой взгляд, лучше бы не делать. Вы говорите, что отмены науки нет, потому что все равно взаимодействие... Наука – это глобальный процесс, Да, ну, культура – это тоже глобальный процесс, но мы, тем не менее, видим, как запрещают гастроли, как не выпускают музыкантов, как... Почему в науке, может быть, все-таки надеемся по-другому? Потому что в культуре пока ощущение того, о чем вы говорите применительно к науке, что обмен продолжается, нет совсем. Безусловно, этот обмен в какой-то степени будет физически прекращен, это очевидно, но хотя бы там сейчас выехать в какую-нибудь командировку на европейскую конференцию, даже если тебя там ждут. Все-таки наука – это двигаемый совместно процесс идей. Люди продолжают публиковаться, люди продолжают думать, люди продолжают общаться друг с другом так или иначе. И это общение, как мне представляется, продолжится. Оно будет затронено, но оно рано или поздно вернется на круги своя, и я в этом совершенно не сомневаюсь. Суверенная наука, так же, как и суверенная демократия, невозможна. О чем вас сейчас спрашивают ваши студенты, что вы им советуете? Знаете, сейчас для меня, наверное, как и для многих представителей моей профессии, самое главное – это не навредить. Поэтому я целенаправленно избегаю подобных тем со студентами, если речь не идет о личных беседах. То есть я, входя в аудиторию, я занимаюсь своей профессией. И думаю, что буду этим заниматься пока вот эта острая фаза не спадет, я буду придерживаться, ну так, кодекса профессионального поведения, в первую очередь. О чем я говорю студентам лично, это, ну, наверное, другая история. Одному скажу одно, другому скажу другое. А если без, понятно, без имен, о чем они лично спрашивают вас? Надо ли уезжать? Разумеется, это тема, которую у них сейчас, они же все это наблюдают. Году в 15-м, после Крыма, я вот, ну, провел такой эксперимент. Это было, ну, наверное, в каком-то контексте, сейчас уже не вспомню, но я просто попросил студентов, причем, студенты уже подросшие, студенты, магистратуры, скажите, пожалуйста, вот у вас доска, давайте поделим ее на две части, плюсы Крыма и минусы Крыма, напишите мне, пожалуйста. Это была, ну, наверное, недозволительная в нынешних уже условиях провокация. Сегодня я бы такого никогда не сделал. Студенты, знаете, вот они не стали выходить к доске, вопроса нет. Вопрос для нас отсутствует, сказали студенты, потому что, ну, какие-то у нас нет плюсов никаких. Для нас, для людей, там, молодых людей, которые сейчас вот выросли, закончили, московский университет или заканчивают, для них плюсы в данной схеме отсутствуют. И в аудитории сидело еще двое студентов, которые перешли к нам из севастопольского филиолога. Ну, вот же есть ребята из Крыма, ребята из Крымской, знаете, у нас тоже. Сейчас, когда вас спрашивают уезжать, не уезжать, что вы отвечаете? Не скажу. Хорошо. Вы думали уехать? Ну, всякий человек, я думаю, над этим задумывался, ну, вот, всякий человек из мыслящих, наверное, примерно так же, как я, занимающих такого же рода профессиональные и там, личные, гражданские, если угодно, позиции, то я думаю, что каждый человек примерно об этом задумывался, но у всякого человека есть баланс обстоятельств, этот баланс обстоятельств тоже может складываться самым разным образом, и поэтому каждый в данном случае решает для себя. Дайте совет человеку, молодому, зрелому, ну, еще активному, скажем так, если он по разным причинам не может уехать, да, но при этом он очень свободных взглядов, при этом он либеральных взглядов, при этом он за то, чтобы не было экономики сопротивления, чтобы Россия была частью уровня экономики. У него есть какое-то окно возможностей сейчас здесь? Или нет? Ну, это окно возможностей в текущий конструкции, мне кажется, отсутствует. Оно, ну, особенно если мы имеем в виду, ну, такие гражданские специальности, скажем так, и творческие специальности, я думаю, что это окно возможностей захлопнулось, точно так же, как будет примитивизироваться российская экономика, точно так же будет примитивизироваться там разные сферы и жизни общества, и, там, профессионального интереса. Поэтому это мне представляется достаточно очевидным, что реализация талантов в этих условиях будет более затруднена, нежели раньше. Все-таки уезжать? Я этого не сказал. Скажите, какая вам кажется из санкций самая болезненная сейчас, введенных, есть мнение, что может быть не экономически, а символически, что пока закрыто небо? Ну, они не такие символически. Ни о чем нельзя говорить. Вот как вы считаете, то, что закрыто небо? Во-первых, как долго оно может быть закрыто, даже с учетом там нынешнего курса и санкций? Не могу вам сказать. Это вот в данном случае мы вступаем на поляну, где совсем ничего не понятно. Но небо это важно? Да, с моей точки зрения это важно. Человеку важно иметь возможность хотя бы думать о себе, как о перемещающем, многим людям это важно, перемещающимся в пространстве. И вот если вы желаете поменять картинку внезапно, то, наверное, такую возможность следовало бы иметь даже в мире, где есть визы, паспорта и так далее. Но говоря о том, что о символических санкциях, я хочу вспомнить в одном из учебников по санкциям экономическим приводится пример, и это связано с Южной Африкой, с системой апартеида, что едва ли не более сильное влияние на крах системы апартеида оказали чисто символические санкции, которые были в области спорта, национальных видов спорта типа регби и каких-то еще вещей, которые были важнее и для элиты, и для руководства, нежели вот такие жесткие, бьющие в упор по морде санкции. Поэтому скорее всего есть вот эти тонкие вещи, которые хорошо находят больное место в национальной психологии. Я думаю, что часть подобного рода санкций уже в действие введена. И небо одна из невозможно для многих людей это важная вещь. Ну не так много, у нас все-таки большинство населения не имеет даже загранпаспортов. 9 миллионов обладателей загранпаспортов это действительно цифра такая, но опять же вы посмотрите на экономически активных людей, на людей, которые определяют ну скажем так настроение в обществе, от которого зависит решение других людей. Вот среди этих людей это практически 100%. Мы же сейчас говорим не о 140 миллионах людей, проживающих на этой территории, а о людях, от которых действительно что-то зависит, от них. То, что называется термином элит, я очень не люблю этот термин, но тем не менее это люди, от которых зависят другие люди. Это люди, которые принимают решения, которые сказываются на жизни других людей. Вот для этих людей это важно, конечно. Как долго это может продолжаться? Вот авиационная такая блокада? Блокада. Это хороший вопрос. Мне кажется, что это продлится вот ровно до того, как даже не перестану стрелять, мне кажется, даже другое, что не просто перестану стрелять, но и эта стрельба не станет так легко воспроизводима, как она была воспроизведена вот в этот самый момент. Потому что многие сегодня продолжают мыслить терминами предыдущего мира, в котором мы жили. Когда вы сравниваете там какие-то цены, там длительности, перелетов, вот с моей точки зрения это все ничто. Для вот той ситуации, в которой мы живем, это пренебрежимые мелочи. Давайте называть вещи своими именами. Мир стоит на грани ядерной войны, ядерного кризиса. И говорить в этих, ну, в терминах того, что там бюргеры дороже заправляют свою машину, что газовое отопление стало дорогим, что там авиабилеты либо их невозможно купить, либо они тоже сильно подорожали. На этом фоне говорить о ну и на фоне убийств людей, да. И убийств людей, безусловно, и на фоне вот всего этого продолжать говорить о том, что небо важно, небо, да, небо может продолжать оставаться важным, но важно не только прекращение вот этого ужаса, и, по крайней мере, прекращение разговоров о конце этой цивилизации, в каком, в том виде, в котором она дожила до сегодняшнего дня, важно еще то, чтобы вот эта ситуация не воспроизвелась. И я думаю, что многие люди в мире по ту сторону вот этого санкционного барьера размышляют в этих категориях, что сначала мы должны обеспечить неповторение сползания вот в этот самый ужас. А дальше будем говорить. Сначала прекратим ужас, потом обеспечим, что этот ужас не будет повторен, а дальше все остальное. И это будет совершенно другой мир. Мы не вернемся в Виру, в котором мы жили. Какой будет этот другой мир? Я слышала, есть гипотеза, что Россия может разделиться по Уралу. Может ли Россия разделиться? Я, честно говоря, не вижу такого настоящего момента. Географически и идеологически я такой возможности не вижу. А другой мир что вы имеете в виду? Я имею в виду, что это отношение, это политическая система, наверное, это то, как работает экономика, о чем мы уже говорили. Это отношение людей к друг другу, это международные отношения, многое. Вот после этого кризиса будет другим, и кризис по масштабу, мне кажется, сопоставим с геополитическими потрясениями предыдущего столетия. кризис будет иметь далеко идущие последствия. А если, вот простите, чуть-чуть конкретизировать отношения между людьми, но когда был ковид, тоже говорили, что мир будет другим, что товаров роскоши не будет, что люди будут бояться общаться друг с другом еще долгое время после того, как пандемия закончится, что социальная дистанция, это теперь и философская дистанция между людьми, но, как мы видим, ничего не случилось. Я сыграю Екатерину Шульман. Понятно, я не сравниваю катастрофу, о которой мы говорим здесь, с ковидом, но, тем не менее, как может поменяться отношение между людьми? На мой взгляд, кстати, я не согласен с тем, что мир не изменился после ковида, мир изменился, мне кажется, довольно сильно, и сама ценность человеческой жизни, вот что парадоксально выглядит, при переходе ко второй части моего ответа на этот вопрос, в ковид, на мой взгляд, выросло, а не уменьшилось, и то, какие изменения произошли в индустриальной организации, и в то, как люди посещают офисы, то, как они проводят досуг, мы просто этого всего еще не осознали, даже в системе образования произошли, на мой взгляд, далеко идущие изменения, и цифровизация шагнула вперед, вот я с этим не согласен, что не изменилось, ничего очень много изменилось, просто мы этого еще пока не видим, что касается нынешнего кризиса, то он отличается от ковида, мне кажется, одним, что если тот кризис был, ну скажем так, объективным, да, вот на нас упала беда, и эта беда была... Обстоятельства непреодолимой силы. Обстоятельства форс-мажор, обстоятельства неопреодолимой силы, человечество с этим кризисом справилось, я думаю, что по большому счету справилось достойно. С этим кризисом человечества, во-первых, это кризис рукотворный, он очевидно рукотворный, и в этой системе, которая породила данный кризис, слишком много изъянов выявилось, и эти изъяны тоже мир будет изживать, исцелять, и ровно поэтому я ожидаю действительно таких тектонических сдвигов, в том числе и на международном уровне, потому что легитимность системы, в которой мы жили, она была продиктована Второй мировой войной. ООН, Бреттон-Вудская система, вся вот эта система международных институтов, это легитимизировано Второй мировой войной. Мне страшно об этом говорить, но сейчас, мне кажется, какая-то легитимация возникает других институтов и другого мироустройства. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Олег. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok